Девушки отдыхают Девушки отдыхают В любом весе, в любом размере Сколько вы времени потратили? Около трех лет прошло От начала вообще, как я только познакомилась с фитнесом И до текущего момента А вообще из-за чего появился большой вес? Это были зажоры, стресс, как обычно Карантин, да, давайте не будем забывать Про то, что он очень сильно повлиял на многих людей И когда я пришла К желанию уже начать Сбрасывать вес, то у меня уже была Вот эта критическая точка Больше 90 килограммов Разные способы похудеть Есть много диет Кто-то диет преследует Кто-то просто нормализует свое питание Кто-то режим Вы как к этому пришли? Что вы делали? Это всегда комплекс Фитнес не может привести к похудению, если он один Это тренировки Это контроль питания И это понимание того, что это навсегда То есть если мы хотим поддерживать себя в форме То это надолго То есть все А это не ставит какой-то крест После того, что ты понимаешь, что никогда не вернешь уже к той жизни Или может к той жизни не надо возвращаться? Нет, это не крест Это наоборот Отличный путь Потому что многие даже бизнес-коучи говорят Что отличный способ вырасти Во всех сферах жизни Начать заниматься спортом, фитнесом Потому что он учит каждый день совершать действия Дисциплина Дисциплина Самодисциплина Поэтому, ребятки Я как преподаватель физической культуры Который прожел долгий путь И набрал тоже очень много лишних килограммов Я знаю, что только дисциплина Дисциплина Только режим поможет прийти к желаемому результату Как не сорваться, не съесть ничего лишнего? Аня О себе, да Я о себе, да О себе, да Ну в любом случае я считаю, что иногда мы люди Мы можем сорваться Главное не корить себя за это Не бросать все А, это торт отбросил меня назад Нет, просто со следующего утра продолжать жить по своему графику, по своему режиму У нас недавно был гость, врач, который рассказывал, как бросить курить И говорил, что вот у курильщиков есть этап такой, когда они бросают Очень сложный этап, это вот где-то до года Вот после того, как год прошел, уже становится легче Вам когда было сложно? Всегда и сейчас тоже сложно Это нормально Бывают дни, когда не хочется заниматься Бывают дни, когда хочется съесть 10 килограммов тортов Это нормально А как с этим справиться? Что, съел и куда? На дорожку сразу? Ну, мы же как-то справляемся с плохим настроением Или поддаемся ему на какое-то время Не нужно себя ставить в максимально жесткие рамки Потому что чем больше мы себя надавливаем эту пружинку Тем больше вероятность, что она однажды выстрелит Просто был разговор о том, что это на всю жизнь Вы сами об этом говорите Но все-таки нужно не забывать, что можно давать слабину И каким-то образом все-таки это вернет Жесткие ограничения, это никогда нехорошо Ни для психики, ни для здоровья Особенно для среднестатистического человека Который не занимается фитнесом как профессией Ну, в любом случае упады энергии, здоровье Нужно просто понимать, что всегда есть возможность Двигаться дальше Нужен тренер или все-таки самостоятельно Можно как-то к этому, на этот путь выйти? Ну, я думаю, что хотя бы на первых парах Нужен обязательно для того, чтобы это принесло пользу А не травмировало Потому что у нас многие, что, ну, в интернете нашли какие-то курсы, да? И давай вот делать всякие упражнения, давай питаться, потому что там посоветовали И к ничему хорошему это не приходит Неоднозначно, ну вы как... Да, я просто куда и клоню Потому что у нас современный мир, у нас каждый сейчас становится и фитнес-инструктором И кем только и не был бы Прошел курс или посмотрел Просто это человеческое здоровье Однозначно нужно обратиться к профессионалам Это касается и фитнеса, и питания Нутрициологи, врачи, даже не нутрициологи, диетологи, наверное Обратиться сначала к классической медицине Чтобы вам дали четкий путь Согласно вашему здоровью, индивидуальным особенностям А семья как-то поменяла вместе с вами питание? Как поддерживают вас? Да, конечно, более... Они везли? Они добрые, мы все вместе У меня муж тоже мастер спорта По стрельбе из лука Он тоже похудел, кстати, на 20 килограммов Вот тоже примерно за этот срок То есть вы пришли и говорите, муж, как муж зовут? Александр Саш, короче, у нас вот смотри там И пошло майонезы, кетчупы, колбаса Это мы все, куда ты выкидываешь? Все, этого уже не будет А вот грудка, кефирчик, творожок А не было такого Мы не кушали грудку, кефирчик и творожок Мы научились просто сбалансированно питаться Подсчет калорий в том числе был Мы изучали вместе, когда я училась на тренера Какие продукты, как составлять грамотный рацион И вместе вот сейчас он тоже учится на тренера Хотим создать семейный подряд Очень круто, очень круто Через какое время желудок привыкает к маленьким порциям К маленькому количеству пищи И вам становится комфортно? Я хочу сказать так, что нам всегда рассказывают Жуклы сильно растягиваются Не нужно думать, что он прям как гармонь Там не такие значительные изменения Но где-то в течение пару месяцев у вас уже стабилизируется Ваша привычка к более умеренным порциям еды Вырабатывается норма Да, да, конечно Инстаграм, заходили мы в ваш инстаграм Заходили в инстаграм Вы очень часто общаетесь со своими подписчиками Вы делитесь своими эмоциями Делитесь своими достижениями Помогали ли они вам? Может быть какие-то там советы Может быть какие-то комментарии? Всегда помогали Они помогали мне от того, что мы вместе обустроили нашу студию Они искали мне оборудование И советами Потому что среди них много специалистов в других сферах Мы вместе помогаем друг другу Они дают мне рекомендации, знакомства Это действительно очень здорово Хотя у меня блог не сильно большой Но мы действительно как маленькая семья Это не преувеличение Ну а теперь о главном Вот я как девочка, мне интересно Минус 30 Это новый гардероб Перешивали вещи или покупали новые? Только покупка новых Тебя смотивирует? Да, да, конечно, однозначно Ну и потом я была до этого достаточно стройной Я не успела выбросить еще предыдущую одежду Каких вещей появилось больше в гардеробе? Может чего не было в 94? Как бы это было парадоксально Больше появилось оверсайза Потому что когда есть уверенность в себе В том, что ты выглядишь хорошо Совершенно не хочется оголяться И леопардовых лосинов не появилось тоже Есть ли предельный вес, на котором вы точно остановите уже все? Дальше вот нельзя Низкая планка, да? Вы имеете в виду? Ну вот это был мой вес 54 килограмма Когда я работала Уже начинала работать фитнес-тренером Но я уже понимала, что для моего роста Без мышечной массы там никуда Без мышечной массы никуда И для моего роста И по ощущениям То есть нужно быть адекватными Очень часто девчонки начинают худеть И не могут остановиться Нужно не забывать о том, что это стресс для организма В первую очередь Он же просто с ума сходит Где мои булочки, где мои пирожки Как бы это смешно ни звучало Или парадоксально Это для него стресс Потом ему надо все-таки приучить его К нормальной жизни К новой нормальной жизни Ну и давайте еще раз напомним Что 30 килограммов Это был не быстрый срок Это было пролонгировано Три года Это нормально, адекватно Организм адаптировался И чувствую себя потрясающе А как удержать результат? Удерживать результат нужно опять же Вот так стоять Стоп, стоп, стоп Опять же просто пониманием того Что мы хотим быть красивыми Даже не красивыми А здоровыми Самое главное, что дает вот это ощущение И просто каждый день двигаться потихонечку Пройдя такой долгий путь в три года Что бы вы посоветовали, с чего начать? Как себя замотивировать? Самое главное, что я хочу сказать Что нужно двигаться не от чего-то А к чему-то Такая правильная мотивация Не бежать от ненавистных килограмм А бежать к здоровью, отличному самочувствию Ну и конечно к красоте Потому что красивый человек это здоровый человек Можете посмотреть сейчас на Надежду Были 94 килограмма А сейчас вот идеально 60 Очень круто Спасибо вам Спасибо огромное А мы продолжим активничать вместе с ведущей Маминой школой Олесей Новиковой И рассмотрим с ней подборку нейроигр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok